И при всем этом, если вы вспомните, мы в прошлый раз говорили об обетовании, которое Бог дал нашему праотцу Аврааму. В тот момент, когда Лот отделился, если вы вспомните, о чем я говорил в прошлый раз, я как бы небольшую рекурсу вернусь обратно, говорит о том, что в тот момент, когда фактически Авраам немножко поспорил, вернее, пастухи Авраама и Лота поспорили между собой, Авраам говорит, ты направо, я налево, ты налево, я направо. В Риме Слава он дал возможность Лоту выбрать землю. Землю Лот выбирает. Земля, которую он выбрал, как Писание говорит, это как Эдемский сад, то есть сад Господень, то есть рай на земле, выбирает рай на земле, но очень важная вещь, имя Лот означает покрывало. До того, как пока Лот был рядышком, Авраам не мог войти и приобрести землю, которую Бог обещал, да? Но когда только снята была эта пелена, то есть покрывало ушло в Содом и Гоморру, и мы, помните, говорили, Авраам тупо смотрел на землю, которая у него была под ногами, и Бог говорит, подними свои глаза, посмотри на обетование. Обетование, которое у него было, обетование земли, которое фактически непригодно было, нужно было перемещаться, нужно было двигаться, нужно было пасти свои стада, то есть, другими словами, земля, которую Бог дает, становится для Авраама землей его странствование. Если вы еще помните, когда я говорил об этом, я сделал какой-нибудь небольшой намек о том, что Бог говорил о том, чтобы Авраам не просто сидел и ждал, пока придет обетование о земле, но Бог ему говорит, пойди на север, пойди на юг, на восток и запад, то есть, другими словами, ходи, ходи по земле и везде, где ступит твоя нога, фактически, как Писание говорит, она будет твоей, то есть, твоим детям, твоему наследию. Таразаконе, 26 глава, 5 стих, Бог говорит об Иакове, то есть, другими словами, как бы напоминая об Иакове, потому что Иаков становится отцом израильского народа. То есть, когда мы говорим наше, именно, особенно обетование, которое Бог дал Аврааму, в нем благословят все народы, и христиане, и, может быть, тоже говорить, у нас есть наследие Авраама, беспрекословно. Но когда мы говорим о земле израильской, то израильская земля, она была, вот, именно, как бы, сфокусирована на потомство Иакова, то есть, его имя потом Бог изменяет на Израиль. Другими словами, Израиль, есть Израиль в тех двенадцати коленах, которые потом остаются после Иакова. Вы смотрите, что происходит. Бог называет Иакова каким-то странным именем. 26 глава, 5 стих, говорит, странствующим аромеем. Странненьким, странствующим аромеем. Украинскую мову это будет очень хорошо. Мне так понравится украинская мова тут, что они написали. Мандривный ароменанин был мой батьком. Мандривник. Ой, вот это красиво звучит. Да? То есть, мечтатель, ходящий по земле, которая обетованная была. Другими словами, намек на отца еврейского народа. Этот народ Бог вывел из Египта. И это неоспоримое напоминание всем нам, что Яков следовал традиции своего отца и своего деда. То есть, своего отца-то Исаака и своего деда-то Авраама. Всякая попытка, знаете, описать еврейский народ, что никогда он не жил там, где сегодня у него есть место, иногда это заканчивается не сильно хорошо. То есть, Бог хочет благословить свой народ. Но эта семейка, семейка Авраама, да, они были странствующими пастухами в обетованной земле, перемещаясь со садами своими на север, на юг, на запад и на восток, как Бог обещал это Аврааму. Авраам это обещал Исааку, Исаак обещал это Иакову. Это понятно. Эти мандрывники, то есть путешественники, да, собрались, пошли. Нормально. Указывает нам на послание, вообще-то, евреи, послание к евреям. 11 глава. Мы часто называем эту главу главой веры, потому что, говорит, что такое вера? Да, и перечисляется, что такое вера? И перечисляются люди, герои веры, писания которых, как они ходили верой. Поэтому мы называем это главой веры. И вот в 11 главе я хочу зачитать вам очень интересные три стиха. Верой, Авраам, призванный идти в землю, которую ему было обещано получить в будущем, в наследие, подчинился и пошел. По-моему, говорят, лех, леха. Уходя, иди, смотри. Хотя он и сам не знал, куда идет. Помните, как из мультика? Большой-большой секрет. Куда мы идем? Не знаю. Большой-большой секрет. Верой он поселился в обещанной земле, как чрезвиземец, живя в палатках, как и Исаак, и Иаков. Авраам показывает, что и Исаак, и Иаков были теми же путешественниками в земле. Но самое интересное дальше. Которые вместе с ним были наследниками, согласно тому обещанию, которое Бог дал. Поэтому он ожидал города, стоящего на прочных основаниях, архитектор и строитель, которого был сам Бог. Удивительно. Послание к евреям, это послание к левитам, фактически, и наследию священников. И говорит, подождите, есть у них было обетование, обещание. Они странствовали туда-сюда, ходили по земле, которая фактически непригодна была. Это не было раем на земле. Но когда они путешествовали, они видели то обетование будущего и обещание Мессии, которое было пророчески сказано об этом. И при этом они всегда думали и мечтали о горнем. То есть, городе, которым архитектором и строителем был сам Бог. Автором послания к евреям в этой главе подчеркивает это. Подчеркивает это состояние. Они были мандаревниками. Они были мечтателями. Мечтателями города. Идея веры в Бога не заключается в благосостоянии на земле. Хотя-то есть часть обетования. Есть часть обетования. Потому что мы видим в жизни Авраама, Ицаака, Якова, мы видим это обетование, где они умножают свою богатство. Но вера в Бога не заключалась в земных только обогащении. Но был некий знак для них отношения с Всевышним и откровения их вечных ценностей. Небесного Иерусалима. Вот чего они искали. Искали того города, которым строителем и художником, основателем и архитектором был сам Бог. Эта мысль вечного царства, вечной жизни и вот быть с Богом в этом особенном городе, она остается на страницах Священного Писания через всю Библию. И некоторые эти позиции, они как бы заходят в историческую и фундаментальную жизнь евреев. Поэтому сами ученики много раз говорят о том, не это ли время ты пришел устраивать свое царство. Не это ли время, когда будет это время. Толькими словами, они ожидали, когда, конечно же, построенный храм, видели Иерусалим. И идея вечного царства Иерусалима входит и в христианский образ мышления для нас с вами. Что для нас эта жизнь здесь, на земле, не окончательный путь. Мы стремимся туда, где архитектором и строителем этого города является сам Всевышний. И Откровение Иоанна тоже говорит об этом, что он видел, что Иерусалим спускается, небесный Иерусалим. Я не знаю, как вы переживали ваши чувства, когда вы приняли Ишуа своим Господом. Я навряд ли буду иметь эту возможность пережить то, что вы пережили. Но я хочу поделиться тем, что я пережил, когда я принял Ишуа личным спасителем. Я, наверное, был в восторге в том, что мой Мессия стал моим Господом. То обещанное спасение я получил, и оно утвердилось в моем сердце. В сердце я понимал, что Бог меня принял таким, как есть, и заплатил за мою жизнь, жизни своего сына. И я в ответ, я не знаю, как вы, в ответ у меня было одно желание, стремление. Вот я, Хенене, вот моя жизнь, возьми ее и веди. То есть ты руководи, направляй, будь этим строителем, будь архитектором, веди меня туда, чтобы я с тобой остался вечно. Вот так я хочу, и вот мое внутреннее состояние было, как я ответил Господу моему на тот призыв, который Он сделал в моей жизни. Моя жизнь изменилась. Возможно, вы пережили то же самое, но, как Писание говорит, и так вы уже не чужие. И не пришельцы, но сограждане и сватые, и свои Богу. В этот момент я почувствовал, что я стал частью большой семьи, частью семьи святых, которые Бог искупил, взял к себе, и я стал частью народа Божьего. Мы становимся частью Божьей семьи, которая после нашего вхождения в нее, мы не разделяемся на кланы, расы или динаминации. Мы становимся Его искупленным народом, одним целым народом из евреев и остальных народов. То, что мы делаем в этой семье, чем мы занимаемся после вхождения в эту семью, но это уже другая, чем проповедь, то, с чего мы призваны, как еврейская мессианская община или индивидуально каждый человек. Ведь послание Ишуа, которое он оставил здесь на земле, не было просто стать хорошим человеком. Само послание Машеха, которое он проповедовал, говорил, да, это не послание, ты был плохим, стань хорошим. Вы понимаете, о чем я хочу сказать? Да, это заключается в спасении, оно меняет человека, ты становишься лучше, и исполнение писания, которое ты хочешь быть похожим на его сына, да, к стандартам писания. Но знаете, что, какое послание Ишуа оставил для всех, нас? Ишуа смертью своей смерть попрал. Это означает, что это означает? Мы были мертвы. Мы были мертвы по преступлениям нашим, но он оживил нас к вечной жизни. Друзья, это послание было у Ишуа. Ты был мертвый. Ты в своих грехах, ты был мертвый далеко от Бога. Но если ты понимаешь, что без пролития крови нет прощения грехов, то тогда тебе нужно это понять. Ты не сможешь примириться с Богом, ты не сможешь ожить в общении с Всевышним. Вот что, послание, которое мы сегодня должны нести людям. А несем ли мы это послание? Несем ли мы то слово, которое нас вдохновляет? Живем ли мы этим посланием, а не просто болтаем своим языком, что мы просто верующие люди? Авраам жил в земле, которая была ему обещана. Насчитал себя странником. Не странненьким, но, наверное, странненький тоже. Но никому не кричал, не говорил, не доказывал, что ему Бог обещал. Он жил тем обещанием, которое Бог дал ему. Той жизнью полной, которую Бог ему определил. Сегодня много людей знают об Ишуа, об Иисусе, но не знают Его лично. Сегодня много. То есть вы спросите фильмы, читают, приходят в храмы и так далее, иконы. Они четко знают, где Иисус, где Мария, где Павел, где Петр, где все остальные. Но личных отношений с Ним далеки. Личные отношения с Иисусом. С тем, кого они знают. Может так, понаслышке. Маши их избрал себе учеников. Провел с ними три с половиной года. Учил их, проявлял чудесам. Но когда пришло время взять крест, который он понес за все человечество, за грехи каждого человека, они сразу сбежали. Наверное, я бы сбежал тоже, друзья. Наверное, видят тот балаган. Вот представьте себе, вы там сидите нормально, молитесь или отдыхаете. После Песоха, как бы нормально, на Оливкой горе, и вдруг приходит толпа людей разоревленные, одежды военные, и кричат, где он? Ну где он? И думаешь, боже мой, что бы мы сделали такого? И, понимаете, его берут, там Петр еще такой сильно, такой ревностный отрубил кому-то еще ухо. Представляете, такая штука, да? Я, наверное, точно в это время тоже бы сбежал, как все остальные. Понимаете, да? Я не знаю, как вы. Но при всем-то балагане, которое сегодня происходит у нас в мире, я знаю, что у нас тоже приходят страхи, приходят ситуации, которые нас пугают, события, происходящие в этом мире, да, преследования евреев, ищут евреев в этих самых турбинах самолета. Нормально, ну как бы там, может где-то маленький еврейчик там спрятался, ну как бы так, где-то спокойно залез. Мы же такие ушлые, понимаете? Мы везде пролезем. Мы же такие, да? Как все говорят, такую странную, как бы сказать, катодацию фактов. Евреев всего лишь где-то 17 миллионов в мире, по сравнению с 7 миллиардами, да, людей. Но похоже, что мы везде. Да, как бы, и прямо в двигателе тоже может быть. Но ничего, но все же проведенные дни с Ишу, а после воскресения из мертвых, изменили учеников. Что, ну вот, фундаментально произошло с ними, что-то особенное произошло с учениками, не только переживая во время Пятидесятницы. Да, они получили некое переживание излияния Духом Святым, да, исполнения этим Духом Святым, но что-то такое, чему нам и с вами должно быть зависть на. Чему мы можем позавидовать. Что-то особенно произошло в это время между Его воскресением из мертвых и до Его восхищения на небо. Давайте посмотрим. Один день из жизни апостолов. Третья глава Деяния апостолов, и мы читаем с первых стихов. Шимон и Иоанн шли вместе в храм в час в молитве девятой. Другими словами, как всегда, пойдем на молитву. Друзья, молитва здесь проходит каждую среду. Каждую среду. Нормально? Апостолы ходили на молитву в храм. То есть молитвенное время всегда оно есть. И был человек хромой от чрева матери его. Очень историю вы помните, да? Его специально приносили, садили у красных или красивых ворот, перед тем, как люди заходили в храм, чтобы он просил милостыню. Это было явно. Знаете, на шестом стихе, то есть мы понимаем, что тот просит милостью, и Шимон и Иоанн останавливаются, и он говорит, О! Попались! Значит, сейчас будем что-то иметь. Если становятся люди, значит, что-то хотят дать. Да? Притормозили. Но Шимон говорит, серебра, дружище, серебра и золота нет у меня. Небогатый я человек. Я пришел помолиться. Пришел помолиться о себе, о в общине, о своих людях. Как всегда я это делаю, я пришел помолиться, но что, что у меня есть? То, что я приобрел, с того момента, когда Ищу воскресенье из мертвых, я дам тебе. Взял его за руку, поднял. Но при этом он сказал, во имя Ищуа Хамашиех из Назарета. Встань, ходи. Взял, поднял. И вдруг, скажите друг другу, друг, не вдруг, а друг, слушай, что он говорит. И вдруг, укрепились его ступни и колени. И воздушная тревога началась. И все остальное. Да не будет ни у кого-кого страха, нормально. И взяв его за руку, и вас тоже могут вывести, но оставайтесь здесь. Укрепите свои нервы, все будет хорошо. И весь народ, то есть, встал и начал ходить. Вошел с ними в храм, ходя и скача, хваля Бога. И весь народ видел его ходящим, хвалящим Бога. Узнали его люди. Это был тот, который сидел у красных, красивых ворот, храма для милостыни. И исполнили все ужаса. Представляете, увидели мертвеца. То есть, другие человека увидели, кого они знали, неходящим, просящим. не может быть. Изя, ты видел это? Он ходит. Он опять ходит, да? И изумлялись, а случившееся с ним. Другими словами, они удивлялись, как это вообще возможно. Все происходящее дальше говорит нам о том, что ученики воспользовались этой ситуацией. Они воспользуются ситуацией, ну, как бы, в любом случае, они пользуются любой ситуацией, которая раскрывала людей услышать, а почему у вас так происходит? Кто вы такие? Что это произошло? Почему это произошло? Для того, чтобы сказать людям добрую весть. Бог не дает нам чудеса, знамения ради того, чтобы мы себе молчали, в копилку ложеслаживали, а возможность сказать другим, кто это сделал. Но в 4 главе они там учили, все хорошо, все нормально, говорили об Ишу, вот тогда люди покаялись, 5 человек покаялись, помните, да, вся ситуация. Но в 4 главе, когда они говорили к народу, то есть у них стало привычкой людям что-то говорить, а что-то говорить можно было только об том, с кем они провели время. И кто сделал чудо, и тем парнем, который вот ходит теперь с ними на молитву. они приступили, к ним приступили священники, начальники, стражи, при храме и саддукей. Саддукей специально подчеркнут, потому что саддукеи никогда не верили в воскресение из мертвых. Досуды на то, что они учат народ, проповедуют в Ишу о воскресении из мертвых. Украинская мова. Обурены. Слово обурены, не обуревшие, как бы так, обурены, это возмущенные, разочарованные, возмущенные, их раздражало тот факт, что они учили людей, что в Ишу есть воскресение из мертвых. Надежда. Надежда воскресения из мертвых. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Ну, тюремное заключение на ночь, ну, чтобы отдохнули немного. Многие же, слушавшие слова, уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч человек, они уверовали. И они собирались в храмы, больше нигде не было места собраться, не было такой синагоги, в которой вмещалось там пять тысяч человек. Вы слышите, нет? Не было стадионов, хотя там стадионы были у неевреев, там прямо возле храмовой горы, между прочим, Ира построил ипподром. Там был. Там было и театр был, между прочим. Могли бы там собраться? Нет, но они собирались в храме, где можно было вместительность иметь, большая площадь. Они там проводили богослужения. На другой день собрались в Иерусалиме начальники, старейшины, книжники, Иоанна, первосвященник, Каифа, Иоанн, и Александр. Так что имя Александра тоже еврейское. С греческим подтекстом. Правильно? И прочие из народа первосвященческого. И поставили их посреди и спрашивали, какой силой или каким именем вы сделали это? Хитро, правда? Кто не возмущается, что они именем Ишуа все это им учат и понимают, как это произошло, а теперь ставят и включили немножко глупого человека, недопонимают что-то такое, как это произошло, каким именем вы это сделали. Может, как-то шаптунами были, знаете, заговорили как-то так этого молодого человека, что на ушко сказали какое-то имя, да, и он начал бегать. Мы хотим знать, знать хотим. Тогда Шимон вот исполнился Духа Святого. Знаете, что значит исполнился Духа Святого? Это не просто разгон возьмем от Питерской и побежим. Не-не-не-не-не-не. Он внутри почувствовал именно не такое вдохновение сказать слово, которое бы возможность им проповедовать этим священникам, которые распяли его, по их приказанию. Дать им возможность покаяться. Они как раз получили это вдохновение внутри говорить им правду. Как оно все было? сказал им начальники народа старейшины израильские. С почтением. Если от нас сегодня требуют ответа благодеяние человеку немощному, как он исцелен, то есть вы хотите узнать, как этот несчастный хромой мог исцелиться? То есть мы сделали доброе дело человеку, хотите узнать, как это можно сделать? скажу вам, как можно делать доброе дело? Если это, то тогда будет вам известно всем вам и всему народу Израиля, что именем Ишуа Мессии из Назарета, которого вы распили, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здоров. Он есть, то есть Ишуа есть камень, пренебрегаем вами, зиждущий, но сделавший главой угла, и нет ни в ком ином спасения. Они говорят вот так, хотите знать, в другом ником нету спасения. Дальше 12 стих, ибо нет другого имени под небом данного человека, которое надлежало бы нам. Он говорит, не вам, а нам, Израилю спастись. А вот тогда еще не было послания к всем наследным народам. Он говорит, нам, Израилю должно спастись. Что особенно было в этих людях? Что такого было в этих людях? Миф был, крылья выросли, как некоторые из наших духовных людей есть, которые вырастают в духовные крылья, они ходят как грудь вперед, как бы так важностью. Что такого у них было? Но знаете, что эти священники увидели? Видя смелость Шимона и Иоанна, и также приметили, что это были обыкновенные люди, простые. Они были простыми людьми. Без этого мы в библейской школе три уровня духовного как бы распознания, мы пророческая школа одна, вторая, третья, ученики, последователи тех, других и иных, мы понимаем. Нет! Они простые, простые люди. Они удивлялись этого, между тем узнавали их, и они были с Ишуа. Что особенного было в этих людях, в этих двух учениках Ишуа? Знаете, что? Они были узнаваемы людьми. И не просто узнаваем. А, вот мы видели. Узнаваем, потому что они были с Ишуа. Люди узнавали, что они были с ним, с Ишуа. Они знали его лично. Они не по слухам знали об Ишуа, но лично пережили с ним три с половиной года. Видели, как его арестовывали, знали, как они его предали. Даже Петр плакал. Помните, да? они приходили к нему и, знаете, к этому гробу пустому. Ишуа им явился. Они прикасались к нему. Они видели, как он поднялся в небо. И как Дух Святой сошел на них по обещанию, которое Ишуа оставил. И глубочайшую любовь пережили настолько сильно, что им не страшны были никакие угрозы. Абсолютно от слова никакие угрозы. Их узнавали не по одежде, словам или походке, как я уже сказал. Некоторых узнаем мы по походке, да? Не по одежке. Их узнавали по измененной жизни. Если, знаете, присмотритесь к проповедникам, особенно, да, тех, кто из больших деноминаций, или же ты смотришь на какого-то из проповедников или служителя какой-то общины или церкви, и ты понимаешь, о, ты можешь узнать, это вот такая школа, они последователи вот этой динаминации, каким они голосом говорят, вот ты разговариваешь с ним нормально, когда он ставится за кафедру, сразу голос меняется. И ты понимаешь, они последователи, да? Но здесь не это имеется в виду. Их узнавали, потому что они говорили слова, которые говорил Ишуа. Если я последователь, я буду говорить те слова, которые он говорит. проявляли внимание к людям, как эти, как это делал Ишуа. Он мог тоже остановиться возле блудницы, поговорить с ней. Он мог конфронтировать, да, и любить, взять ребенка на руки, так сказать, им принадлежит царство. Они действовали состраданием, любовью, как их учитель. их узнавали потому, что они были с Ишуа. И вопрос к нам с вами. Если мы называем себя последователем Машеха, мессианские или христиане, будем говорить, потому что я их апостол говорится, они стали называться христианами. Первый раз, еще раз, еще раз, еще много-много раз. Да, называют нас христианами. Что видят люди, когда соприкасаются с нами? Видят ли они последователи Машеха, мессии? Видят ли они Ишуа в нашей жизни, в наших отношениях, любви, заботе и молитве? Видят ли они мессию, за которым мы следуем? У меня этот вопрос. Если мы служим людям, на улице, в парке, ездим, если мы приходим навещаем этих людей, могут ли они о нашей заботе к ним сказать следующее? Если ты так поступаешь и ты последователь своего учителя, значит твой учитель делал бы то же самое. А если это так, то мессию, которого я не знаю, Ишу, которого я не знаю, но как ты поступаешь, я хочу узнать побольше, поближе того, которого ты представляешь. Есть и такие люди, которые смотрят на нас, так? Последователи Ишуа не только узнаваемы были людьми, но они были с Ишуа. Всех их впечатлял Машиев, не только своим учением, своей мудростью, чудесами. Больше всего после его воскресения из мертвых и поднятия в небо, их вдохновлял крест Голгофы. Крест Голгофы, смерть на крест Голгофовом кресте, потому что он пожертвовал собою ради них, чтобы они были свободны. Крест Голгофы мотивировал их жизнь так сильно, что они были открыты, искренни, такими, как они есть, без лжи, без лукавства. Они понимали, что за все ответил крест и нам невозможно обратным отдать никак. Только одной вещью быть открытыми, прозрачными, простыми, не фальшивыми. Видя же исцеленного человека, 14 стих, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Ничего не могли сказать. И приказав им выйти вон, то есть Сиседрион, они говорили, спрашивали себя, что нам с ними делать? Что нам с ними делать? Потому что явно произошло чудо, явно у всех на глазах. Это понятно, что нам с ними делать? Они решили, надо их под жесточайшим запретом, чтобы они не говорили об этом имени. даже и не упоминали, такого имени нету, иначе цикир башка, иначе будет казина. Они потом это исполняли, поверьте, они потом исполняли, якобы они убили, помните, они потом исполняли, потому что первоапостольская община не пошла на этот компромисс. И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Ишуа. Шимон самый умный, всегда выскочка, да, мы говорим. И Шимон и Иоанн сказали им в ответ, друзья, судите, ну, решайте это между вами и Богом, говорить об этом и не говорить, но справедливо ли перед Богом слушать вас больше, нежели Бога? Другими словами, Ишуа сказал нам нести добрую весть ко всем людям, кто будет слушать и поверить крестить их. Да? То есть они говорят, говорите добрые вести, говорите то, что с вами произошло. Пускай люди все знают, что есть один путь и один Машех. О том, чему говорил Петр Шимон, что нет другого имени. Мы не можем не говорить того, что мы видели и что слышали. мы не можем не говорить о том, что мы пережили. Мы не можем его прикосновения, которое к нам, не говорить о том, что мы пережили, что мы почувствовали. даже Фома не может остановиться, потому что он прикоснулся к тем ранам, которые были на нем. Он не может остановиться не говорить об этом. Они пригрозили отпустить их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происходящее. Ибо лет более сорока было тому человеку, на котором сделался сие чудо и исцеление. Сорок лет его выносили, и Иешуа не исцелил его тогда, когда Иешуа приходил в храм. Поверьте, он там был. Его каждый день выносили, приносили, чтобы просить милости. По одной причине деньги. Иешуа не исцелил его. Вот что четко произошло с теми, кто однажды пережил эту встречу с Машехом. Тем, кто все видели, слышали от Мессии, не могут изменить свое послание. Никто не может им закрыть рот, и никто под угрозой смерти не сможет повлиять на их выбор быть свидетелями воскресшего Машеха, Мессии. Они пережили что-то. Все, что мы пережили, радикально с вами пережили измененную жизнь внутри нас. Наша жизнь изменилась. Это не просто то, что мы делаем каждый шаббат здесь, читаем Тору, поем, ритуальное богослужение. Это наша новая жизнь. Жизнь после смерти. мы были мертвы в своих грехах. По преступлениям нашим, из-за грехи наши. И грехи эти лежали такой гробовой, гробовым камнем, плитой на нас. Но Ишуа взял на себя наши немощи, понес наши болезни, наши грехи. Мы думали, мы слышали о нем, но мы никогда не знали его. Мы думали, что Бог наказал его унижением, но он страдал добровольно, умирал за мои преступления. И ранами его я исцелился. Я не знаю, как вы, но я знаю, что я пережил. Как мне сегодня молчать об этом? Как нам сегодня молчать об этом? Потому что летают дроны, бомбы, плохая ситуация, ищут евреев, где попало, там, где не попало. Как не выходить, не служить тем, кто обречен на погибель? Те, кто погрязли в грехах? Как сидеть в квартире с отворником лишь потому, что мы так захотели? Мы не можем. Он нас послал благовествовать, крестить и спасать. И этого удержать мы не можем. А вы? ученики отвечали в то, что мы пережили, мы не можем удержать. А мы, несмотря на войну и всевозможные страхи, кто запретил нам молчать? Страх перед людьми или потерянная первая любовь? Возможно, вот то, что я сказал последнее. Потерянная любовь, первая чувство к Богу, то прикосновение, те переживания, та смелость, которая пришла, когда Он прикоснулся к нам. Это все можно исправить путем покаяния. Писание говорит, имею против тебя, но покайся. И потом твори добрые дела, добрую весть, неси добрую весть, скажи всем, что ты пережил. Быть христианином или верующим Мессию, это не просто тихая или громкая молитва, чтение Писания, но вся наша жизнь, погруженная в Его естество, кто Он? живу ли я или умираю целиком и полностью я Его не только по утрам или в собрании, но на всяком месте. Как могли ученики молчать, когда они прикоснулись к тому, кто их освободил? Как молчать о том, что мы пережили? Он пришел и сказал шалом, перепуханные они поняли, попали, другого пути нет. Как мне молчать, когда меня убивали, а Он дал мне смелость и мужество стоять перед лицом смерти? Как мне молчать, когда ты видишь своего ребенка мертвым и воскресшим? Как молчать о том, что сокровенное твоего сердца исполняется до мелочей? Как молчать о том, что ты просишь на день рождения и оно сбывается? Как стало ли для нас встреча с Ишуа радикальным безумием, безумием Христа ради? Это вопрос у меня к вам такой, чтобы мы готовы следовать за Ним, куда бы Он нас не повел. Таким безумием, которым мы говорим, готовы отдать свою жизнь и нам не страшно умереть даже от инфаркта. Чаще всего мы боимся умереть, потому что нужно будет дать отчет за все, что мы сделали. Я говорю, только не сейчас. Надеюсь, что вы меня услышите. Любовь Бога не философия или история из толстой книги под именем Библия. Свою любовь Бог проявил на кресте, на котором распяли Его единственного Сына, как жертву за грех преступления всех нас. Я однажды пережил эту любовь и не могу говорить не говорить об этом. И как мне хочется, чтобы каждый из нас не закрывал свои уста, а наоборот говорил, что сделал Бог с ними. Не загружать себя делами во время войны. Не делать что-то ради того, чтобы оправдать свои обиды друг на друга или свои провалы в служении, компенсируя поездками в гуманитарных наших конвоях. но пережитую нами любовь мы бы являлись своей жизнью, похожей на его жизнью. Будучи в Америке в общении с пасторами, кто-то рассказал историю подростка. Услышьте эту маленькую последнюю идею, которую я вам хочу сказать. его жизнь сегодня описана в страницах книги, которая написана его родителями. Книга называется «Я бы умил за тебя». Ему было 14 лет, когда радикально он принял Иешуа своим личным спасителем. Так сильно, что он везде читал Библию, говорил людям, в школе, в поездках, и в один раз где-то примерно было уже 15 лет он мечтал быть проповедником, проповедить Евангелие, быть миссионером. И он поехал в Перу, там после поездки миссионерку приехал обратно и у него нашли неисцелимую болезнь. Попал в больницу через некоторое время, прошло пару дней он умер. Его папа просматривал его вещи и наткнулся на Библию, которую читал его сын. Возможно такую, как здесь. И он смотрел на эту книгу, которая на самом деле уже заезжена, подчеркнута. И как видите на полях, у нас есть поля в Библии, он вдруг заметил здесь под каким-то стихом было написано Иисус, я бы отдал жизнь свою из-за Тебя. Дальше смотрит еще подчеркнуто и написано «Иисус, я готов умереть ради проповеди о Тебе». Иисус, достоин, чтобы положить свою жизнь за Тебя. И так через всю Библию. После смерти родители взяли его прах. Поехали в Северную Африку. Маленькое поселение людей, где их сын мечтал быть проповедником своей сестрой. И строили планы. Проповедовать имя Ишуа там было небезопасно от слова «абсолютно» за это можно было лишиться жизни. Они наняли проводника, поднялись на гору, закопали его в прах там, потому что внизу в долине было поселение мусульман, радикальных мусульман. А он любил тот народ. Хотел там проповедовать слово. Гид, который их туда привел, просто был как бы так ошарашен то, что они делали. И он спросил, что это? Они рассказали ему историю этого подростка, диджей, что он мечтал проповедовать имя Спасителя у вас здесь. Он никогда не видел вас, не знал, но его сердце было здесь с вашим народом. Он каждый день молился, он каждый день просил Бога послать его сюда. этот парень мусульманин был так впечатлен этой историей, что он сказал, я хочу понести это послание. Он стал пастырем подпольной церкви в этом селе поповедуя Иван Мы не можем молчать, иначе камни будут говорить. В своем последнем послании за день до смерти диджей писал никогда не удовлетворяйся прожитым днем, будь ближе с Богом. читай Его Слово, вовлекайся в миссию, проповедуй благую весть, ведь день, который ты прожил, может быть последним. Если бы я сегодня вас просил, кто из вас готов пожертвовать своей жизнью ради Христа, ради Мессии, наверно подняли бы руки один, второй, третий, без сомнения я увижу эти руки. И часто в таких собраниях подсознательно мы готовы поднять свою руку, потому что понимаем, в кого мы верим. Это было бы легко. легко сказать я готов. Не знаю, что нас ждет. Но если у вас завтра будет возможность проснуться рано утром, открыть ваши глаза, прозвучал будильник, вы выпили чашку чая, кофе, вышли на балкон или же на улицу, прогуляли своего любимца, вдохнули свежий воздух, пополненный надеждой. Если у вас будет завтра еще один день и вопрос будет стоять умрешь ли ты за веру или нет, то другой вопрос я вам задам. Будешь ли ты жить для Христа, для Мессии? Умереть можно поднять руку. А проснувшись завтра готовы мы жить для Него. Скажешь ли ты, Иешуа, я доверяю тебе абсолютно и безоговорочно. Я пойду за тобой, ибо ты благ всегда. Сегодня день достойный прожить так, чтобы послать прославить тебя. сейчас те, кто возможно смотрят в интернете, и вас тоже приглашают друзья задуматься над этим. Мы часто готовы умереть за Христа, за Мессию. А как часто мы готовы жить ради Него, проповедовать Евангелие. Потому что мы знаем, в кого мы уверены. Потому что мы пережили Его прикосновение однажды. И молчать. Я знаю точно, с чего я живу, почему я живу, и что я ожидаю от жизни. Честно, я не хочу умереть сумасшедшим. Я не хочу умереть, страдая от каких-то еще болезней, но это все в Его руках. Я хочу умереть в здравом разуме. Помни Писание, помни людей, вспоминая всю свою жизнь до последнего вздоха. Прожить так споминай, когда Он прикасался ко мне, исцелялся, бождал, спасал, помнить о Нем. И ныне, Господи, возри на угрозы их. Дай рабам со всей смелостью говорить слово Твое. Тогда, как Ты постираешь руку Твою на исцеление, и нас отделится делание знамений и чудес именем Святого Сына, Твоего Ишона, дай нам смелости говорить о Тебе. Что сегодня нам мешает? Макету? Страх? И по молитве их поколебалось место, где они стояли. И исполнились Святого Духа и говорили Слово Божье с дерзновением. И сейчас у нас эта возможность его имя Ишуа чудный Бог. Эммануэр Он с нами. Старше наши ноги. у вас есть какая-то ситуация, что препятствует вам быть тем, кем вы чувствуете, что Бог вас сделал, вот здесь впереди возможность еще раз преклонить свои колени, сказать ему все то, что мы переживаем, чем мы болеем, что у нас происходит. Возможно, перес... осмыслить и перес... передать ему всю свою жизнь. Нам нужно обрекосновать он лишь он Минодий, измирь смерть перемогли, Минодий, достойный Бог вали. Життя и смерть, життя и смерть, Лише в Его руці Мого им'я Селити може всі, З Його кровь смирає всякий. Если мы никогда не принимали, Лише вови спасите, Прикоснитесь к нему, Он прикоснется к вам, Предложите Ему свою жизнь, И взамен Он даст вам свою. И взамен нам, Незавтра не забуду, Незавтра не забуду, Лише вови я, Ильшуа. Лише вови я, Ильшуа. Лише вови я, Ильшуа. К 나도 Бог nå타. Здесь мы сможем семена, Лише вови я, Сteri, Лише вови я, Ильшуа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И я знаю, без сомнения знаю, кто ты, и я не могу не говорить о тебе, я не могу иначе жить, как жить, как ты жил. Я хочу быть твоим учеником, чтобы люди узнавали тебя во мне, письмом, читаемым всеми людьми. Сегодня это мой день. Папа, если так много времени прошло, я стал сухим, черствым, бесчувственным, жестким, злым, на обстоятельствах которых я живу. Боже мой, неужели так моя жизнь может закончиться? Мне нужен ты. Сейчас, в это мгновение, Дух Святой, я открыт. Меняй меня. Это день, который ты сотворил, обещание, которое ты дал, обещание Аврааму быть путешественником, мечтать о том граде, где ты являешься художником, архитектором, строителем. Я хочу быть там. Боже, ад не для меня, забвение не для меня, страх, ужас не для меня, потому что я знаю, что ты мой Спаситель, ты мой Бог. Я приглашаю тебя. Действуй. Закрывай меня. Пробуждай меня. Дай мне не оставаться теплым. Дай мне, Духа Святого, дай мне эту жажду. Боже, не оставаться теплым ко всем остальным вещам. Боже, дай мне славить тебя, действовать, говорить о тебе. Благословенно. Благословенно. И в этот момент, Господь, делай свою свободу. Всякий, применяющий нас грех, он будет разрушен. Он уже разрушен. Всякий страх уходит во имя и жжет. Всякий, Господь, болезнь, которая тяготеет внутри нас и делает нас жесткими, лежит вурчунами. Да разрушатся всякие клетки рака. Во имя и жжет и завета. Приходит свобода. Потому что ты даешь нам эту свободу. И кого сына заболел, воистину свободны будут. Ни страх, ни смерть, ни ад, ничего нет. Учить нас от Божьей любви. Но к ней нужно стремиться. Я прошу тебя, Анна, Пускай сегодняшнее собрание Станет для нас Этой, этим спортом, Батутом, Той ступенькой. Иди дальше. И мы славим тебя, Благодарим тебя За каждого человека. Не только здесь, в Одессе, Черноморске, Белгород-Днестровске, В Татарбонарах, В Хмельницком, В Кельне, В Ванкувере, В Берлине, Возможно, и в Италии, С Испании, Америки, Возможно, и в Мексике, Где бы наши люди бы не разошлись, Господи, Пускай они говорят о тебе. Иисраиль, Услышь о спасении, Дай нам смелость там говорить о тебе, Благословенно имя Твое. А за все мы тебе дадим славу, честь и величие, За все, что ты сделал для нас, Хвала тебе, Аллилуйя, Слава тебе и величие, Бешеми шуми шуми. Слава тебе и величие,